Это программа налоги в студии Ларисы Катышева. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как не испортить себе летний отпуск, да и деловую репутацию. Что делать, если до 1 декабря 2017 года вы всё-таки не заплатили свои имущественные налоги? Об этом мы и поговорим сегодня, а пока традиционно несколько цифр. 3% для физических лиц и 6% для юридических. Такой налог Минфин России предлагает ввести для самозанятых уже в 2019 году. При этом самозанятым не надо будет регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Достаточно загрузить специальное мобильное приложение, которое будет заменять онлайн-кассу. По разным оценкам, в неформальном секторе занято от 10 до 20% всех работающих граждан России. В два раза меньше страховых взносов в пенсионные и страховые фонды будут платить теперь студии анимационного кино. Вместо общих 30% ставка страховых взносов для аниматоров составит 14%, из которых 8% пойдёт в Пенсионный фонд Российской Федерации, а остальное – в Фонды социального и медицинского страхования. Льготы будут действовать до 2023 года включительно, так же, как они действуют для IT-компаний. Более 4 миллиардов рублей налогов и сборов оплатили россияне с начала 2018 года через сайт налог.ру, совершив свыше 3 миллионов операций. Сервисы «Лечный кабинет налогоплательщика» и «Заплати налоги» позволяют проводить платежи онлайн. Ими могут воспользоваться клиенты 37 кредитных организаций, среди которых Сбербанк России, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Кивибанк, Тинькоффбанк. Итак, что же делать, если до 1 декабря 2017 года вы не заплатили свои имущественные налоги? Об этом мы и поговорим сегодня с исполняющим обязанности начальника управления по работе за должностью ФНС России Вадимом Солдатенковым. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Лариса. Вадим, ну сначала давайте посмотрим, какую же роль имущественные налоги играют в последние годы в формировании российского бюджета. Есть у нас цифры за 15-е, за 16-е, за 17-е годы. Очевидно, что да, цифры ощутимо растут. Если мы хотим, чтобы окружающая нас среда была современной, то надо платить имущественные налоги. Ну да, это, конечно, хорошо. Но это не все делают. Причем ни в одной стране мира нет стопроцентной собираемости. Всегда кто-то должен. И вам, и вашим коллегам приходится взыскивать эти долги. Давайте сейчас посмотрим на цифры по взысканию. Что вам удается принудительно вернуть в бюджет? Рост поступления от мер принудительного взыскания за должности – это объективная тенденция, поскольку совокупные поступления также растут. Как это вообще все происходит? Если мы представляем, что до 1 декабря 2017 года все мы должны были заплатить имущественные налоги за то, чем владели в 2016 году, и я предполагаю, что все-таки не все заплатили, что начинается со 2 декабря. Уже со 2 декабря начинает начисляться пение. Уже началось. Уже началось. То есть задолженность постепенно начинает перерастать. В случае, если налогоплательщик игнорирует свою конституционную обязанность по уплате налогов, то впоследствии ему направляется требование с предложением добровольно уплатить задолженность, которую он имеет, в определенный срок. Если он не делает и этого, то есть относится к категории недобросовестных, тогда налоговый орган обращается в суд общей юрисдикции для принудительного взыскания задолженности. Вадим, а вот интересно, за что менее охотно платят? За движимое имущество, недвижимое имущество? Ну, я вам скажу совершенно точную цифру. 65% от совокупной задолженности приходится на транспортный налог. И за квартиры все-таки платят? Да. Доля задолженности по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, она примерно одинаковая, составляет по 17%, соответственно. Это такой все-таки психологический момент. Вот дом, жилье, я здесь живу, за это точно надо заплатить, но автомобиль. А потом многие еще не рассчитывают, сколько им придется платить в качестве налога, когда покупают роскошный автомобиль. Тем не менее, когда приобретаешь имущество, нужно осознавать, что плата налогов – это неотъемлемая часть владения этим имуществом. Во многих странах это еще очень большие репутационные издержки, когда человек попадает в так называемый реестр должников. Он не заплатил налоги. И это большой позор, если об этом узнают деловые партнеры, соседи. У нас налоговая служба пользуется таким инструментом психологического воздействия на репутационные какие-то моменты? Конечно. Если налогоплательщик перестает платить имущественные налоги, и этот факт установлен судом, то в рамках исполнительного производства, которое возбуждается судебным приставом исполнителям, информация о таком долге поступает в банк данных исполнительных производств. Доступ к нему открытый. Данный банк находится на сайте ФССП России. Любое заинтересованное лицо, банк, который рассматривает заявку о предоставлении кредита, или будущий работодатель, который решил оценить добросовестность будущего сотрудника, он может спокойно зайти и посмотреть. Итак, вы отправили дружеское напоминание, на него налогоплательщик не среагировал, и вы обращаетесь в суд. Мы обращаемся в суд общей юрисдикции для того, чтобы получить судебный акт о принудительном взыскании за должности. После получения такого судебного акта мы направляем его в организацию, которая выплачивает нашему налогоплательщику определенные периодические платежи. Это зарплата, к примеру, да? Да, совершенно верно. Это может быть зарплата, стипендия, либо пенсия. Для того, чтобы эта организация из ежемесячного платежа удержала денежные средства, достаточные для погашения налоговой задолженности. Абсолютно стандартной процедурой для налогового органа является направление судебного акта о взыскании за должности в банк, в котором открыты расчетные счета у должника, либо обращение в службу судебных приставов, для того, чтобы судебный пристав возбудил исполнительное производство и обеспечил взыскание за должности. Вот мы поговорили с вашими коллегами из Федеральной службы судебных приставов и получили их комментарии. Что происходит уже с их стороны? За прошедший год к нам поступило 2,3 миллиона исполнительных документов о взыскании налогов и сборах. В результате того, что должники добровольно не исполнили требования исполнительных документов, судебными приставами исполнительными наложено 35 тысяч арестов, более чем по 1 миллиону исполнительных производств наложено ограничение на распоряжение имуществом, 224 тысячи должников ограничены в выезде за пределы Российской Федерации. Как показывает практика, ограничение выезда за пределы Российской Федерации – это наиболее эффективная и действительная мера. С помощью этой меры мы в прошлом году взыскали 2,5 миллиарда налоговых сборов. В любом случае, нужно, чтобы не попасть под действием этой меры, постоянно контролировать ситуацию. С помощью нашего сайта ФССП России воспользоваться можно банком исполнительных производств и проверить наличие либо отсутствие задолженности. Вы можете оплатить свою задолженность онлайн на этом же сайте, но лучше мы рекомендуем обратиться к судебному приставу исполнителю, уже там ознакомиться с материалами исполнительного производства, во всех подробностях изучить, за что должны, почему должны, и оплатить задолженность в кредитном учреждении. По срокам отмены поясню, что отменяется ограничение выезда одновременно с окончанием исполнительного производства. По закону это происходит не позднее дня следующего, когда нам стало известно, что долг оплачен. Постановление об отмене, оно в пограничную службу уходит электронно, и, как правило, даже вот этот срок не позднее следующего дня судебный пристав оканчивает из практики, исходя сразу в этот же день. Постановление проходит тоже в пределах там сутки. Далее зона ответственности пограничной службы, но тоже из практики поясню, что это происходит довольно быстро. Вадим, но выглядит все довольно серьезно. Когда налоговый орган обращается в службу судебных приставов для взыскания задолженности, как правило, к такому обращению прилагается ходатайство о наложении ареста на имущество нашего налогоплательщика, который стал должником, и ходатайство об ограничении права на выезд налогоплательщика за пределы России. Конечно, это особенно актуально в преддверии сезона отпусков. Да, если мы говорим об аресте имущества, ну, к примеру, если это дом, в котором налогоплательщик проживает, что, все его выселяют или как? Все не так трагично, но определенные ограничения, безусловно, накладываются. В этом доме можно продолжать жить, но продать его или подарить, конечно, нельзя. Но это, насколько я понимаю, только если этот дом является единственным жильем, который находится в собственности у налогоплательщика. Да, совершенно верно. Если у налогоплательщика имеется несколько жилых помещений, будь это несколько квартир или несколько жилых домов, в рамках исполнительного производства судебный пристав может реализовать то имущество, которое не является единственным для налогоплательщика жилым помещением, и вырученные от реализации такого имущества денежные средства будут направлены на погашение налоговой задолженности. А остаток, конечно, будет возвращен налогоплательщикам. Понятно. Мы поговорили с нашим международным экспертом относительно того, как ведется работа задолженности в других налоговых юрисдикциях. Давайте посмотрим. Ну, в первую очередь, наверное, стоит сказать о профилактической работе, которую проводят налоговые органы различных стран. Это уведомление налогоплательщиков о том, что они должны подать налоговые декларации и заплатить налог. В первую очередь, мы говорим о подаче, о том, что налогоплательщики получают СМС-уведомления, получают напоминания по телефону или письма, в которых налоговые органы говорят о том, что вам необходимо заплатить налог в определенный срок. А вторая часть, как налоговые органы работают с налогоплательщиками, это, безусловно, начисление штрафов, пеней или взыскание задолженности, которое возникает в пользу бюджета. Но, если говорить о общемировой тенденции, то очевидно, что налоговые органы хотят договариваться. Они учитывают материальное положение физических лиц. Поэтому, когда у физического лица возникает сложность с уплатой налога или налоговые органы понимают о том, что взыскание большой суммы налога приведет к бедственному имущественному положению таких физических лиц, то они заключают соглашение, которое связано либо с отсрочкой налоговых платежей, либо с их рассрочкой, ну, либо иные другие формы соглашения, которые позволяют эффективно погасить задолженность перед бюджетом, но немного в другом формате. Вадим, ну, видите, везде история довольно серьезная, вплоть до уголовного преследования, но, тем не менее, ваши коллеги предлагают некоторые варианты договориться. С вами, с налоговой службой Российской Федерации, можно договариваться? Теоретически, да, но должны для этого быть очень веские основания. Таким веским основанием можно отнести стихийное бедствие или пожар, либо иное обстоятельство непреодолеемой силы, которое никак нельзя было предугадать в тот момент, когда пришло время платить налоги. Человек должен сам за себя заплатить или можно кому-то перепоручить, можно попросить чью-то помощи? Конечно. Соответствующие поправки были внесены в налоговый кодекс более полутора лет назад. Любое лицо может заплатить имущественные налоги за, например, своего родственника или за всех членов семьи. Эти поправки были внесены специально в налоговый кодекс, чтобы граждане России, наши налогоплательщики, могли быстро и просто заплатить имущественные налоги. Хочу особенно подчеркнуть, что на сайте Федеральной налоговой службы открылся новый интерактивный сервис «Заполни платежное поручение». В рамках этого сервиса достаточно вбить один реквизит платежного документа. Это индекс налогового уведомления. Все остальные необходимые реквизиты в автоматическом режиме подтянутся в платежный документ. Я думаю, с использованием этого сервиса платить имущественные налоги станет еще проще и быстрее. Спасибо большое. Вадим Солдатенков, исполняющий обязанности начальника управления по работе за должностью ФНС России, был сегодня в нашей студии. Говорили мы о том, как не испортить себе летний отпуск, да и репутацию. Ну что ж, в этой студии, в студии программы «Налоги» мы обсуждаем налоговое законодательство и налоговую практику. До встречи. Продолжение следует...